Привет! С вами снова я, Марта, и сегодня мы продолжаем морфологию. Мы наконец закончили все именные части речи и приступаем к глаголу. Сегодня мы будем проходить глагол, причастие, идеи причастия. Некоторые считают, что причастие и идеи причастия это самостоятельные части речи, некоторые выделяют их как особые формы глагола. В любом случае мы рассмотрим все их признаки сегодня. Начнем мы с глагола. Глагол это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Начальная форма глагола инфинитив, ее еще называют неопределенной формой, отвечает на вопросы, что делать, что сделать, имеет формальные признаки с формообразующими суффиксами. Это суффиксы ти, т, ч, ну, например, печь, ч, делать, т, брести, ти. Давайте приступим к изучению морфологических признаков глагола и начнем с их постоянных признаков. Первая категория, которую мы рассмотрим, это вид. Вид это разделение глаголов по признаку законченности действия. Мы выделяем несовершенный и совершенный вид. И еще есть двувидовые глаголы. Это те глаголы, которые одновременно отвечают на вопросы, что делает и что сделает. Примеры глаголов несовершенного вида. Что делать? Читать, писать, танцевать. Совершенный вид. Что сделать? Написать, прочитать, станцевать, решить. То есть приставка не обязательно. В глаголе решить. Обратите внимание вопрос, что сделать, но нет приставки. И двувидовые. Ночевать, телеграфировать. Мы понимаем, что ночевать, что делать ночевать и что сделать ночевать. Я ночевала у подруги, я что делала и я что сделала ночевала у подруги. Видите, оба вопроса подходят. Это двувидовой глагол. Следующая категория это возвратность. Возвратность определяется очень легко. По наличию постфикса ся-с. Те, которые с постфиксом, это возвратные, остальные невозвратные. Например, умыться, бороться, это возвратные. Умыть, танцевать, это невозвратные. Еще одна категория это переходность. Будем считать, что это сочетаемость с существительными местоимениями, со значениями объекта в винительном падеже без предлогов. Так, те, которые сочетаются без предлогов в винительном падеже, являются переходными. Остальные непереходными. Обратите внимание, что все возвратные глаголы непереходные. Рассмотрим примеры. Покупать что? Книги. Винить кого? Друга. Это переходные глаголы. Лежать на чем? На диване. Жить с кем? С родителями. Радоваться чему? Жизни. Это не переходные глаголы. С этими глаголами мы не можем подобрать словосочетание с существительным в винительном падеже без предлога. Еще одна категория спряжение. Спряжение – это изменение глагола в настоящем и будущем в простом времени по числам и лицам. Начнем мы, как ни странно, со второго спряжения. Второе спряжение характеризуется тем, что в инфинитиве заканчивается на «ить». «ить» – это не окончание. Это просто то, на что заканчивается глагол. Вы помните, что «ти» – это вообще суффикс. Еще ко второму спряжению отнесем глаголы на «еть», «смотреть», «видеть», «ненавидеть», «терпеть», «обидеть», «вертеть», «зависеть». Можем считать их глаголами-исключениями. И еще четыре также глаголы-исключения на «ать» – «гнать», «держать», «слышать», «дышать». И еще два глагола – брить, «стелить» – «стелить» не являются вторым спряжением, хоть и заканчиваются на «ить». К первому спряжению мы отнесем все глаголы, которые не относятся ко второму. Это глаголы на «еть», «ать», «ять», «оть», «уть», «ють», «ыть», «ч», «ти». И еще два глагола на «ить» – это брить, «стелить». Еще существуют разноспрягаемые глаголы. Они имеют окончание и первого, и второго спряжения. Среди них глаголы «бежать», «хотеть», «брезжить» и все от них образованные. И еще одна особая группа – это особо спрягаемые глаголы «дать», «есть», «надоесть», «чтить» и образованные от них. Давайте рассмотрим примеры глаголов первого и второго спряжения. Ко второму спряжению мы отнесем глаголы «строить», «готовить». Видите, они в инфинитиве заканчиваются на «ить». К первому «читать», «думать», «танцевать». Видите, они заканчиваются на «ать» в инфинитиве. Обратите внимание, что есть глаголы, которые имеют не все спрягаемые формы. Ну, например, «победить». Мы знаем, что в первом лице этот глагол не употребляется. Мы не можем сказать «я победю», «побежу». Нет такой формы. Она звучит не очень приятная и поэтому общаться стоит в русском языке. Или, допустим, глагол «толпиться». Глагол «толпиться» не имеет единственного числа. Всегда употребляем его только во множественном. Еще не забываем, что существуют неспрягаемые формы глагола. Неспрягаемая форма – это инфинитив, то есть, по сути, нет спряжения. И депричастие и причастие. А теперь давайте перейдем к изменяемым признакам глагола. Итак, к изменяемым или непостоянным признакам мы отнесем следующее – наклонение, число, время, лицо и род. Давайте рассмотрим подробнее. Наклонение. Существует три наклонения в современном русском языке. Это изъявительное, повелительное и сослагательное. Изъявительное обозначает действие, которое происходило, происходит или будет происходить. Например, я читал, читаю, буду читать. Повелительное означает действие, которому говорящий побуждает своего собеседника. Например, прочитайте эту книгу. И сослагательное означает действие, которое может произойти при определенных условиях. Например, если вы дадите мне эту книгу, я прочитал бы. То есть, форма прочитал бы – это и есть сослагательное или условное наклонение, как его еще иногда называют. Следующая категория – это число. Существует единственное множественное число. Ну, например, читал – читаю, читали – читаем. Время. Обратите внимание, что время есть только в изъявительном наклонении. Поэтому перед тем, как определять время глагола, вам обязательно нужно определить его наклонение. Время существует настоящее, прошедшее и будущее. Обратите внимание, что у глаголов совершенного вида нет настоящего времени. Итак, давайте рассмотрим примеры. Настоящее время – читаю. Прошедшее время – читал, прочитал. Будущее – буду читать, прочитаю. Видите, что у глагола прочитать есть только прошедшее и будущее. Прочитал – прочитаю. А у глагола несовершенного вида – будущее время. Сложное или составное используется два слова – буду читать. Следующая категория – это лицо. Лицо есть в настоящем или будущем времени изъявительного наклонения и в повелительном наклонении. Лицо – это соотносимость с личными местоимениями. И поэтому для того, чтобы определить лицо глагола, нужно подобрать это местоимение. К первому лицу относятся я и мы во множественном числе. Ко второму – в единственном ты, во множественном вы. К третьему – в единственном он, она, оно. А во множественном – они. Давайте посмотрим на глагол читать и строить. И это глаголы двух спряжений, первого и второго. И попробуем их проспрягать по всем лицам. Когда мы будем спрягать, обратите также внимание на окончание этих глаголов. Уловите разницу. Итак, первое спряжение. Я читаю, мы читаем. Окончание ю, ем. Второе лицо. Ты читаешь, вы читаете. Окончание еш, ети. Третье лицо. Он читает, они читают. Окончание ет, ют. И второе спряжение. Я строю, мы строим. Окончание ю, им. Ты строишь, вы строите. Окончание еш, ети. Он строит, они строят. Окончание ет, яд. Итак, у первого спряжения вы заметили, что повторяется гласное е в окончаниях первого, второго и третьего лица. Ем, еш, ети, ет. А у второго спряжения гласное и. Им, еш, ети, ет. А также различие заметно в третьем лице множественного числа. Значит, у первого спряжения ют, а у второго яд. Именно так вы будете спрекать все глаголы. Так вы будете подбирать ваши безударные окончания. Хорошо, давайте перейдем к роду. Род. Бывает мужской, женский и средний. Мы можем определить род в единственном числе прошедшего времени изъявительного и условного наклонения. Ну, например, читал, строил. Соответственно, мужской род читала, строила. Появляется окончание а. Женский род. Читало, строило. Это уже средний род. Хорошо, мы рассмотрели непостоянные признаки глагола. А теперь перейдем к причастиям. Итак, причастие. Что такое причастие? Кто-то считает, что это особая форма глагола. Кто-то считает, что это самостоятельная часть речи. Но все сходятся в одном. Что причастие обозначает признак по действию. Это означает, что у причастия есть что-то общее и с глаголом, и с прилагательным. Причастия отвечают, как правило, на вопрос «какой?». Давайте рассмотрим подробнее на примере нескольких таблиц. Итак, посмотрим, что общего у причастий с глаголами и с прилагательными. От глаголов причастия взяли вид, переходность, возвратность и время. От прилагательных – род, число, падеж. И еще они тоже имеют полную краткую форму, как и качественные прилагательные. От одного глагола мы можем образовать не все четыре формы причастий. Но давайте возьмем сейчас глагол «читать и строить». И от них мы сможем образовать четыре формы. И на примере этих форм мы увидим, какие суффиксы будут использоваться в каждой из форм причастий. Итак, вы видите, что у причастия бывает настоящее или прошедшее время, а также действительный или страдательный залог. Действительный – это когда действие выполняется предметом, а страдательный – когда над ним. Итак, глагол «читать» и «строить». «Читать» – в настоящее время действительный залог. «Читающий», то есть тот, который сам читает. «Читающий» и «строящий». Видите, суффиксы «ющ» и «ящ» мы используем. «Ющ» используется для первого спряжения, а «ящ» для второго спряжения. «В прошедшем времени читавший», «строивший», то есть тот, который сам читал и строил. Мы используем суффиксы «вш» и «ш» и добавляем их к основе инфинитива. Поэтому гласное перед суффиксами повторяет ту гласную, которая есть в основе инфинитива. Итак, страдательное причастие настоящего времени. «Читаемый», «строимый» – суффиксы «ем», «им». Опять «ем» мы используем в первом спряжении, то есть «е», и «им» мы используем во втором спряжении «им». Видите, в настоящем времени суффиксы соотносятся со спряжением, то есть «ющ» и «ем» в первом спряжении, «ящ» и «им» во втором спряжении. Итак, последняя форма, о которой мы еще не сказали, это прошедшее время – страдательное причастие. Обратите внимание, что мы используем суффикс «эн», «эн», ну, двойное «эн» или одно «эн», да, в зависимости от ситуации. В случае, если причастие образовано от глаголов на «ядь», «ать», и тогда гласное перед этим суффиксом «эн», «эн» будет повторять «я» или «а», ту гласную, которая была в инфинитиве. Также мы используем суффикс «енана» во всех остальных случаях. Например, глагол «строить» заканчивался на «ить» в инфинитиве, но получил при этом суффикс «енана» через гласную «е». Еще есть суффикс «т», который также образует прошедшее время страдательных причастий. Ну, например, «битый» – суффикс «т». Деепричастие – это особая форма глагола или, по мнению некоторых, самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочные действия. Это означает, что деепричастия всегда связаны с каким-то основным действием и всегда будут привязаны к глаголу в предложении. Деепричастия отвечают на вопрос «что делая», «что сделав» и на другие вопросы. Давайте рассмотрим основные категории деепричастий и то, как они образуются. Что же общего у деепричастия с глаголом? С глаголом их объединяет вид, переходность и возвратность. Но у деепричастия также есть общее с наречием. От наречия деепричастия взяло то, что тоже является неизменяемой частью речи, неизменяемым словом, то есть у деепричастий нет окончаний. А также деепричастие зависит от глагола сказуемого и всегда будет связано с ним в предложении. Как мы образуем деепричастие? Несовершенный вид – деепричастие несовершенного вида от основы настоящего времени с помощью суффиксов «ая». Например, берем глагол несовершенного вида «молчать», добавляем суффикс «а» и получаем «молча». Берем глагол «решать», тоже несовершенного вида, добавляем суффикс «я» и получаем «решая», что делая «молча», что делая «решая». Дальше совершенный вид образуется, конечно же, от основы инфинитива с помощью суффиксов «в», «в», «ш», «ш» от глаголов совершенного вида. Например, «замолчать», «что сделать?» Используем основу «замолча», добавляем суффикс «в», «что сделав», «замолчав». «Решить», «решив», «принести», «принесши». На сегодня все. Мы действительно хорошо поработали и прошли и глагол, и причастие, и депричастие, поговорили об их основных морфологических категориях, о том, как они образуются. Это большой материал. Для того, чтобы его усвоить, вам обязательно нужно выполнить тесты после урока. И до встречи на следующих занятиях!